В подготовке школ к новому учебному году участвуют и сами школьники. За свою работу они наравне со взрослыми получают зарплату. О том, как с пользой для семейного бюджета провести каникулы, смотрите в следующем материале выпуска. В течение летних каникул будут трудоустроены более 500 славянских школьников. Ребята работают помощниками спортинструкторов и вожатых на летних дворовых площадках, а также помогают в подготовке школ к новому учебному году в составе ремонтных бригад. Ребята у нас не просто работают, они приняты на работу по трудовому договору на этот период по 16 число. Они получают за это деньги, у них начался трудовой стаж, им будут выданы трудовые книжки, в которых будет запись о трудовом стаже. Они зарабатывают деньги, они настоящие рабочие на сегодняшний день. То есть директором школы было принято решение об образовании такой бригады. Ну, трудовая деятельность у ребят просто начинается, то есть наиболее такие добросовестные ученики были приняты в эту бригаду. Ну и вот вы сами видите, они очень даже качественно для их возраста, очень качественно работают. В день, когда мы снимали репортаж, мальчики занимались покраской складского помещения и благоустройством двора. Девочки приводили в порядок школьный спортзал, мыли окна. Многие из ребят уже не первый год трудоустраиваются на время школьных каникул. Я устроился сюда уже второй год, чтобы немножко подзаработать на некоторые нужды и помочь школе. Выполняемые работы здесь несложные, в основном красим, белим, ну и таскаем, как бы не особо сложный материал. В четвертом лице ремонтная бригада будет работать с 3 по 16 августа. В ее состав вошли ребята от 14 до 16 лет, всего 19 человек. Такая форма занятости очень полезна для детей. Они не только помогают благоустраивать школу и наводить в ней порядок, но и учатся ценить чужой труд и понимать ценность, заработанных собственными усилиями денег.